Тот вопрос, который я задал перед тем, как мы перешли в Coffee Break, все-таки, можно каким-то образом, если бы кто-то попытался сформулировать по поводу целей, то есть сколько хочется производить, какие это должны быть фильмы, то есть такой вопрос более конкретный может быть. Или может быть более общий вопрос о целях? Какие задачи стоят перед документальным кино, то есть что должно быть реализовано из того, чего нет сейчас? Я могу начать? Да, пожалуйста. Влад, две минуты. Значит, я о целях, наверное, как бы целого целях, как индустрии или очень-очень. Я не знаю, я могу сформулировать то, что я хочу и что было бы интересно. То есть лично через несколько лет. Я думаю, что в идеале некоторым хотелось бы производить несколько полнометражных документальных картин в год. Несколько это сколько? Ну... Десять, пятнадцать. Ну, давай пять скажем, да? Пять полнометражных. Через несколько лет. Про себя, про себя. Я про свою. Ты меня предвеснули, что я... А мы чуть шире. Мы про Олдресу все-таки говорим не про тебя. Что? Шире чуть-чуть. А я про себя, значит, уже я не могу сейчас вот как-то про Олдресу, потому что знаю, что за каждого свои какие-то цели могут быть. Я как бы не берусь тут обобщать просто на самом деле. Значит, мне интересно, чтобы эти фильмы выходили бы в международный прокат. В идеале, чтобы это был какой-то кинопрокат, но, в принципе, устроить и телевидение. Чтобы с этими фильмами, значит, была бы какая-то телевизионная версия и полнометражная версия. И для того, чтобы все это реализовать, мне, безусловно, нужна здесь была бы государственная поддержка. Это там может быть либо агентство, либо педагоги, либо какие-то фонды, либо что там. Еще кто еще дает деньги у нас? Вот. Не знаю. Вот, то есть вот это как бы то, чего я хочу, чтобы как бы несколько вот картин, которые проходили бы нормально по фестивалям международным и проходили бы по ящику там. Не знаю, меньше, наверное, заинтересован по телевизору и здесь, потому что какие-то темы просто не берут, ну и так далее. Вот. Не знаю, насколько я там сформулировал, значит, что кто хочет, но он может на эту тему рассуждать. Яна, можно услышать? Конечно. Семьяна Ольга Курина, Центр научки, Львы, я вам рассказал на учебнике. Хотела просто сказать, что несмотря на то, что мы берем документальные кино, все-таки мы исследования сопроводили как неигровое кино, да? И вот с нашей позиции, что мы считаем, надо, во-первых, поделиться, да, научно-популярное кино, сейчас оно фактически не представлено как отдельное такое направление, то есть есть документальное кино, есть научно-популярное кино, есть образовательное кино. Да, фактически сейчас мы говорим только о документальном, а остальные ветви... То есть ты предлагаешь классификацию? Да, во-первых, ну, ввести все-таки классификацию, да, что есть кино, да? То есть Министерство культуры, например, не поддерживает образовательное и, ну, практически не поддерживает научно-популярное кино. Что для нас, например, как такое достаточно адресовое киностудия, научно-популярное кино важно, да, то есть это снимать где-то 20-25 фильмов в нашем обе студии, да, то есть это центр науч-фильма или науч-фильма. Надо понимать, что это две огромные производственные площадки. Мы, в принципе, не хотим влезть в док-фильма, как таковое, да, мы хотим именно заниматься своим направлением. 20-25 фильмов. И я думаю, в принципе, ну, науч-фильма, в принципе, достаточно интересен, да, то есть можно говорить, что это достаточно-таки, ну, наверное, адресовые потребности. Плюс к тому же, надо помимо документального как такого жанра, все только какое-то образовательное, да, внедрять. Опять же, есть производственные мощности на этом все, и есть, опять же, потребности в этом все мы не сфинансировали. А может быть, это другое министерство профильное, министерство образования? Министерство образования, как таковое, как мы и не узнавали, оно не финансирует дружательное кино, но чисто какие-то там достаточно обоследованные каналы, которые очень заплокированы, все там, ну, как раз. Да, ну, назовем не финансирует, да. Соответственно, образовательное кино как таковое вообще не существует. Мы пытались и гранты получить и прочее, и прочее, никому это не надо. Также, вот, например, сидел Савасянов, это представитель сайта директоров системы масс-медиа. Мы с ними пытались, например, образовательную концепцию эту внедрить, но, в принципе, никому это не нужно. Обязовательное кино не нужно. Опять же, оно обязательно должно быть. Да, я сейчас вкратце еще договорю, то есть научно определили, это, ну, как это, да, Центр науч-фильма, я науч-фильм, представительная организация, там, 20-25 фильмов в год, хороших, дорогих, то есть, еще вкратце, что такое научно-популярный фильм и чем он отличается, как ментарь. Научно-популярный, он отличает и игровые элементы, поэтому он достаточно дорожается. Да, образовательное кино, оно просто должно иметь систему дистрибьюции, то есть само производство. Не такое дорогое, система дистрибьюции достаточно, ну, как бы, такая значительная часть. То есть образовательные фильмы, ну, я думаю, там какие-то циклы должны быть, и эти циклы должны охватывать практически всю программу государственную, образовательную. И, ну, вот, как бы, по количеству я так не могу схватить. Спасибо. Кто? Да, вот Лена. Ну, я, вот, режиссер, скажу, что я бы хотела, я послушала Влада, да. В общем, я с ним сфинально, потому что, на меня зовут не Лена Зимитова, режиссер. Я тоже хочу делать кино, естественно, и хочется делать хорошие, большие фильмы с возможностью поехать туда, когда хочется, использовать технику, которую хочется. То есть, естественно, за какие-то реальные, меняемые деньги. И, вот, самое главное, что мне важно, на самом деле, вот мы пытались делать фильмы по продукции с западом, мы пытались выезжать на питчинги. И, собственно говоря, хотелось бы такого же прозрачного механизма субсидирования государственного, чтобы мы имели возможность защищать, чтобы мы не приносили свои заявки, и они камнили неизвестно куда в лету. Лена, открытый питчинг по всем проектам, правильно формируешь? Ну, давайте формулировать вот так. Ну, и вот еще очень важно, потому что здесь выступали и представители телеканалов, и 24 Док Прекрасного, и Центр Док, чтобы там в этой комиссии были и вот эти вот люди, прокатчики, по какой-то мере, тут телевидение, которое готово закупать хорошее документальное кино, то есть не то форматное, которое делается по заказу, а то, которое вот мы делаем. Если я попытаюсь резюмировать, что ты говоришь, то есть первое, это экспертный совет Министерства культуры должен включать всех основных игроков от Осли, от продюсеров до прокатчиков. Верно? Да. Окей. Мы просто вот... И открытая защита, естественно, всех проектов, как-то отселится. А Диме передайте, пожалуйста, митрофон. Я вас призываю, коллеги, не только от себя говорить, давайте думать как-то, ну, шире. Дмитрий Завельевский у меня уже представлялся, вот, ну, открытые проекты вот были, показали нам, что они стоят-то, как бы, многие знают. Кто за меня голосовал, в результате получил проект совсем другой, вот, гильзи писала письма, вот. Ну, Министерству никак не было воскресено. Что хочется? А мне? Как ты представляешь, что ты, если через пять лет, я вот просто настаиваю на формировке, иначе... Я не хочу идти в гетто. Что нам сейчас говорят? Ребята, мы сделаем крупные студии, будем объединяться, как в игровом кино это произошло. Мелкие сами по себе отвалятся, вот там вы будете вариться в своем соку. Там будет у вас подсовет, там будет над вами контроль, там будет у вас техника, там вы будете кормиться, кушать. С головы не уйдете, но будете под контроль. Вот. Почему это произошло? Ну, видимо, потому, что мы стали заметными, на нас обратили внимание, слава богу. Да, это у нас не замечает. А вот, что хочется? Хочется быть независимым, хочется делать кино такое, которое хочется, ну, и быть свободным человеком, вот, и в прочстве, и в жизни. Вот что хочется. Ну, я боюсь, что скоро уже этой, так скажем, привилеки этого счастья уже не будет, к сожалению. Ну, все, спасибо. Я понял. Да, вот Ира. Сейчас, да, говори. Можно, да? Я, на самом деле, в городе попробую выступить. Меня зовут Ира Шаталова. Нас вот с Игорем Морозовым пригласили как представителей проекта «Токер». Это абсолютно некоммерческий проект, который существует три года, и в пяти годах нашей большой страны показывает документальное кино регулярно два раза в месяц, а то и четыре. Ну, как и парадоксально, это наше хобби, а на самом деле я оператор, и режиссер, и мы вот как-то стараемся объединять наших коллег. Собственно, к тому, что, на мой взгляд, ждать индустрии. Нам от индустрии, а индустрии от нас. По-моему, надо осовремениваться и, конечно, идти подальше от телевидения в сторону проката. Поскольку, если мы придем в прокат, то телевидение подтянется само по себе. Можно взять ближайшие примеры, к примеру, фильм «Антон тут рядом». В первую очередь он, конечно, был услышан на фестивале, затем у него был прокат, затем он взял канал ОРД все-таки, да, как-никак, закрытый показ. Нет, это неправильно, это не так, это абсолютно параллельно произошло, но первый канал он взял, чтобы все эти фестивали. Ира, простите, что я замужствую. Мы пытаемся обозначить какие-то характеристики, точки будущего, в которые должна прийти и удостоверить. Да, собственно, я пытаюсь к этому ввести, то есть я согласна абсолютно со всеми, кто говорил о том, что нужно вкладывать в продвижение, в дистрибьюцию. И мое предложение, если конкретно говорить, 400 заявок, которые каждый год получают деньги, просто сократить и пустить эти деньги на продвижение этих фильмов, которые не доделаны. То есть кост-продаж. Не на начальной стадии, а брать те фильмы, которые требуют поддержки, которые, ну, уже в них есть какое-то, вот, видно, завершение, будущее, начальное, да, естественно. Прокатный потенциал, да, прокатный потенциал, да, и просто сократить эти 400 фильмов, потому что, ну, мы на них даже не работаем уже, потому что это стыдно. Не, ну, а потом, кем про прокатный потенциал может быть фильм, который стоит, ну, должен стоить чуть больше, чем миллион, потому что это так. А, можно конкретный вопрос, Вера, тебе? Как ты считаешь, вот, по-настоящему, какой должен быть средний бюджет прокатной неигровой ленты? Ну, вот, я понимаю саму глупость. Я думаю, что это не менее 7 миллионов рублей. Можно при этом озвучить гонорар авторов, режиссеров, по-просто сравнительности с тем, как вы говорите. Ну, какую часть, может, это, конечно, большая. Ну, вот, смотри, я сейчас участвую уже в втором продукте, в втором продукте, который 24-дов производит. И вот так происходит, как на Западе, там рюжеты очень большие. Ну, и режиссеры, вот, авторы получают, они, у них есть так, и только они ели. Сколько недель? Препродакшн, продакшн, постпродакшн. Есть фиксированная ставка, причем она абсолютно одинаковая на всем этапе, на всех вторых этапах. И, соответственно, считается количество недель занятостей авторов и платится им понедельно. Дальше, если автор играется еще по продюсерам, какие деньги нашел, так далее, у него есть еще возможность заработать впоследствии, если этот фильм принесет каких-то денег. Да, то есть, какой-то процент. Но, в принципе, очень четко, это тоже, как бы, дальше это вопрос исключительно, там, работы с продюсером и так далее. Это уже другая история. Но есть фикс, есть, как бы, не гонора, что ты работаешь, там, именно за 2, 5, 10 тысяч долларов, а количество недель, которые ты тратишь на проект. Вера, ты не готова представить образ будущего через 5 лет отрасли? Куда ты считаешь, что нужно прийти? По количеству фильмов? Я считаю, что нужно заниматься, работать на прокат абсолютно в этом время. Только прокат может дать какой-то прорыв. Я считаю, что нужно строить систему дистрибьюции, какую-то, это основное. И на ее дистрибьюции это и продвижение тоже. И аппетация, то, что уже сейчас произведено, таким образом, чтобы это уже хоть что-то, хоть 3 копейки начало приносить. И люди, и система дистрибьюции будет работать не только на прокат российский, но и, как бы, это микс, прокат российского и западного. Во-первых, люди должны прибыться вообще и научиться смотреть документальные кино в кинотеатре. Да, ну так, платить за нее какие-то деньги. Можно я попытаюсь резюмировать то, что ты хочешь сказать, для того, чтобы у нас на грамоте легло. Ты хочешь сказать, что нужно часть денег, как Ира говорит, которые сейчас являются фондом поддержки игрового кино, тратить на продвижение картин. И второе, дистрибьюцию. И второе, капитализировать те картины, которые уже произведены. Которые возможны. Которые, да, возможны через систему школьного проката, киноклубного и так далее. Правильно. Окей. Кто еще? Да. Микрофон, да, спасибо. Игорь Морозов. Проект В.Кихи. Еще хотел бы дополнить ей. Первый и первый и первый и первый. Потому что я считаю, что если мы собираемся играть в бизнес, а есть правила, что клиент всегда прав. А мы клиенты это действительно исключаем. Клиент у нас зритель, который совсем не понимает, что мы делаем. Я бы хотел в моем будущем следу, я бы хотел, чтобы те самые эксперты, которые принимают наши наявки, читают, подтверждают, которые зрители и дистрибьюторы прокачивают. То есть только они понимают, кто, что, какой кинок им нужен, зрители, а не нам. А мы покупаем сами свой продукт и сами друг друга его распространяем. Вот и все. Поэтому мы сегодня... Но такое предложение уже было. В маленьком клубике, да, и мы говорили из него не будет. Ну, да, Игорь, такое предложение было, это включение в экспертный совет прокатчиков. Пожи. А вот-вот здесь у нас, Вить, я прошу прощения. Очень простой ответ, как я вижу. Образ будущего. Образ будущего через 5 лет в северо-западном регионе. Я не решусь пока сказать за страну. Но мне кажется, для того, чтобы покрыть культурные нужды людей в документальном фильме, в северо-западном регионе должно производиться не меньше 100 документальных картин в год. При этом, при всем, должно быть 5 кинотеатров, которые показывают исключительно авторское документальное отечественное кино. И в этом плане я согласен с Александром Николаевичем Сахуровым. В принципе, он автор этой идеи, сеть, кинотеатры. Поэтому вот 100 фильмов в год, 5 кинотеатров, которые их катают. При этом, при всем, на 5 кинотеатров, если разделить по 100, да? Я сейчас не говорю про качества, а статистически. Просто цифра. Окей, хорошо. Я выскажу одно такое скептическое замечание. Дело в том, что наши отечественные фильмы, кинотеатры, они занимают вообще какой-то мизерный процент по сравнению с западными вот этими блокбастерами. И огромные проблемы испытывают продюсеры игрового кино для того, чтобы вывести свою картину в прокат. Почему? Потому что разные фильмы нужно смотреть по-разному. Какой-то фильм нужно смотреть дома в камерной обстановке, а какой-то на большом зрелищном экране. Просто это другая особенность, как бы такое есть потребительское поведение. Оно связано с тем, что разные продукты адресованы для разных видов досуга. Когда мы говорим вот о прокате, да, вкладывать в прокат. Речь все-таки о специализированных кинотеатрах или об обычных кинотеатрах вот с этой вкладной группой с невонными огнями, там, кукурузой, куда входят. Вот я не знаю как, я не очень понимаю. Вот у меня нет картинки, какой это документальный фильм. Вначале нужно построить систему, хотя вот клубную, чтобы... В одном из них мы находимся сейчас. Как пример. В одном из таких мест мы сейчас находимся. Оно одно. Оно одно. Ну, может быть, мы таких мест по России насчитаем 15, может быть, да, в общей сложности. Вот таких, которые специализированы. Но это не прокат, это, мне кажется... Да, пожалуйста. Пожалуйста. А подождите, подождите. Сейчас сначала Миша говорит. А. Да, а потом мы передадим. Я представляю здесь продуктивный прокат. У нас все московские кино, это несколько кинотеатров. Дольфинг здесь, да, Пакел, Сатурн, Смутник и Дугу отняли. Сейчас. И... А, Ива. А, нет, Тулу оставили, они его отняли. Вот, значит, помимо этого я еще имею некоторый опыт в запутанных кино. У меня был проект как продюсер на театре ТОП, который лет 8 лет назад. Вот, опять он бы существовал. Я ушел в игровое место. Ну, в общем-то, как бы это опыт тоже и в игровом прокате. Я то фильм, что это шоу такой был, который я тоже продюсер. И, ну, что могу сказать. Ну, во-первых, я не очень понимаю, ну, как-то структуры у нас, конечно, очень не хватает в нашем обсуждении. Ну, если мы просто хотим нахвататься каких-то, ну, мнений, услышать, чтобы что-то там формулировать, тогда я понимаю. Если что-то, о чем-то говорить, то это нужно обсуждать каждое направление отдельно, а мне это достаточно серьезно. Если мы хотим хотеть пытаться на рынок, то давайте обсуждать рынок. Если мы хотим, ну, обсудить, как можно прославиться, то можно обсудить, как можно прославиться. Ну, то есть по порядку. Понятно, что это все вместе. Цель, ну, как правило, всех прославиться и нажиться, мне кажется. Вот, ну, вот что я могу сказать, например, про прокат кинем документальных в нашей сети. Несколько цифр про Кинга-Соколского, например, да, эти коды. В «Звезде» 10 сеансов, 20 человек. В «Факел» 12 сеансов, 74 человек. В «Сатурн» 7 сеансов, 21 человек. И, к счастью, в «Художественном» 87 сеансов, 1700 зрителей. Ну, это 87 сеансов. То есть пропорция, примерно, понятная. «Миллиант» он тут рядом тоже, пожалуйста. «Художественный» 21 сеанс, 402 человека. «Факел» 9 сеансов, это 35 зрителей. И «Звезда» 27 сеансов, 28 человек. Ну, что отсюда, как бы, можно сделать вывод какой-то? Ну, помимо того, что, конечно же, не хватает никакой дистрибьюции, нет никакой денег ни на рекламу, ни у кого. Ну, то есть, можно, конечно, говорить об этом. Ну, то есть создать какую-то дистрибьюторскую пунктную компанию, которая занималась подвижением до зрителя. Так, действительно, у каждого фильма разный зритель. Там, у Марины Разбешкина школа одного направления, у студии документальных фильмов другого направления. Качество абсолютно разное. Как существуют эти иллюзии, тоже абсолютно разные. И те, и другие ездят на фестивали, иногда даже пересекают с нами, и те же. Но это достаточно, как бы, это серьезный вопрос, который требует детального изучения. Просто я вот не понимаю, что мы сейчас хотим потом посудить. Мы, на самом деле, сегодня услышиваем мнение, а дальше рабочая группа должна будет обобщать то, что... И, может быть, какие-то отдельные направления глубоко. То есть, вопрос продвижения, мне кажется, и вопрос проката – это такие два вопроса, которых нужно конкретно выработать. Ну, да. Ну, тогда давайте обсуждать, ну, не знаю, рынок, это значит, что... Телевизионный, ну, там, телевизионный, ну, там, телевизионный, ну, нет, 24 года – это ясно. Я там уже работаю еще в Open Holdings и State Media. Там оно, понятное дело, не нужно никому. Это документальное кино, и с ДНТ работал, там тоже оно не нужно. Вот. И неизвестно, когда будет нужно, в общем, в принципе. Поэтому, ну, то есть, что мы хотим обсудить, действительно? Что? Мы документальное кино исключаем. Да, ну, хорошо. И что именно документальное кино давайте вот решим? Нет, что должно происходить в документальном кино, как оно может развиваться, и что будет, условно говоря, через 5-6 лет? Или что хотелось бы получить? Ну, вы же понимаете прекрасно, что у каждого и хочет что-то свое получить. Ну, а как продача, вот расскажите. Я как продача хочу, чтобы зритель приходил и оставались 50% с проката на театре. Оказано, что 50% уходит дистрибьютору, который делится, условно, между авторами и дистрибьютором 25 на 25. Но для этого нужна реклама. Давайте говорить про это. Какая должна быть реклама, или что? Государствен Павлович, можно я скажу, мы как продача, я не единственная учеба, у нас чувственная математика, который закрылся, собственно, и с кинотеатром художник, и с кинотеатром 35 лет, и так далее. У нас тут тоже очень большой, мы 8 недель были продача, у нас там тоже 10-10 сеансов. В художестве стоят два сеанса у нас, зрители 1000-1500 человек. Вот, и я вам хочу сказать, что мы такое количество зрителей собрали на значительно меньшее количество сеансов, с 35 миллиметров кинотеатра, и собрали гораздо больше денег, потому что там билет стоит дороже. Чем речь идет о том, что площадка очень хорошо себя продвигает, да, понятно, это уже прикормленное место, и так далее, и так далее. Вот, например, кинотеатр-художественного государственного кинотеатра, которому требуется поддержка, да, очевидно, какая-то поддержка для продвижения, в продвижении, скажем так, документального кино, чтобы больше собирать зрители. Ну деньги нуждают продюсеру или кинотеатру? Ну, наверное, какие-то там кинотеатры с кинотеатром. Нет, я думаю, что и кинотеатры, и дистрибьюторов, или там дистрибьюторов, с них, там, не брали налоги, например, для этого... Это невозможно. А, по-моему, с площадкой нужна поддержка, какая финансовая? Да, я думаю, очень интересно, какая встокия экономика, на самом деле. Потому что это, ну, очень важный вопрос, раз она, я так понял, с цены дотации вы сошли, и поэтому, конечно, любопытно, как вы выживаете, за счет чего. За счет кафе, за счет чего, все же известно, что, в том числе и про кафе, в основном, существует именно игровое кино, виды на Баликутске, это продажи, ну, как бы, фастфуды и прочее, да. Микрофон сюда. На самом деле, здесь нет никаких секретов, все очень просто. Значит, центром документального кино является автономной некоммерческой организацией. То есть, по сути, если я продюсер, когда вы читали договора, понимаете, что мы аножка. То есть, мы, в принципе, ни о каком заработке вообще речи не идет. Это раз. У нас есть бизнес-план, за которым мы должны какую-то часть билетов, то есть, даже при условии, если я буду продавать билеты на все сеансы в этом зале, я все равно не буду на окупальность, не то, что на заработок. Потому что мои траты, они гораздо больше. Я получу физзапутную компанию, я вкладываюсь в заработные платы своих сотрудников, у нас штат 10 человек, это люди, которые хрустят кино, продают билеты, занимаются сайтом, это дизайнер, у нас всего 10 человек. Мы занимаемся всем, это очень мало, на самом деле. Мы существуем действительно на дотации, у нас было государственное финансирование от Ходинга РИА Новости, поскольку я являлась директором инвлекции документальных проектов Ходинга РИА Новости и вытрясла с них деньги, вот и все. Как только я буду ушла, финансирование закончилось. Соответственно, сейчас мы существуем в очень простом режиме. У нас есть спонсорские деньги, которых нам хватит на определенное количество времени. Помимо этого, наша задача, ну как, на самом деле, посмотрите, есть такая важная история. Найти деньги глобально не проблема, по большому счету. Есть люди, которые не знают, куда эти деньги вложить, но, на самом деле, это правда. У нас люди не умеют, не понимают, зачем они просят деньги. Я понимаю, на что я прошу, подо что я прошу. Мы просили в прошлом году деньги на 2013 год, когда здесь не было ничего. Вот вообще, у людей, которых мы просили деньги, это компания не западная, российская, и они ничего про документальное кино не понимают. У нас был бизнес-план, у нас была концепция, у нас была презентация, и, в принципе, эти люди довольны. Сейчас к нам приходят спонсоры уже другие. Ну, например, к нам приходит компания Мастеркард, которая говорит, что мы так здорово все устроили, нам очень нравится. Мы крупная компания, у нас, ну, то есть они должны тратить деньги на образовательные, культурные и другие проекты. Вот они нам сейчас дают денег. Все очень просто. У нас не содержит никакой, я не знаю, пищевой рынок, никто нам денег не дает. Я, единственное, вот я хочу сказать, что если вы говорите о помощи государству, государства, да, о помощи государства, то я в эту помощь не очень верю, но вот есть две вещи, которые, например, крайне важны площадкам. Повторюсь, как я сказала в первый раз, нам очень важно вырастить аудиторию. Аудитория, которая, вот тот пласт людей, которые, в принципе, готовы были сейчас смотреть документальное кино, они, к сожалению, сейчас меня все тут кидают в комментарии, они испорчены плохим российским документальным кино, социальным, с фильмами, на которые нельзя сходить, ни с родителями, ни с детьми. Люди один раз кино посмотрели, у них осталась такая, знаете, как штамп, «Окей, да ну, я на это не пойду». Когда они приходят посмотреть на качественное документальное кино, у них восприятие контента меняется. Точно так же, как на любое игровое кино, да? Вы видите, написано «Ридли Скотт», вы, скорее всего, на него либо пойдете, либо не пойдете, потому что у нас есть примерное понимание об ожидании. У аудитории нет никаких ожиданий от того, что такое документальное кино. Поэтому государство, а, первое, должно, наверное, продвигать хорошее документальное кино, и не обязательно российское. У нас нет большого объема хорошего документального кино. Это студенты, то, о чем мы говорили. Министерство культуры не может делать это все само. Вы, наверное, должны скооперироваться с Министерством образования для того, чтобы точно так же у студентов были какие-то льготы. Мы, например, продаем билеты, у нас есть льготная цена на студенческие. По студенческим билетам. Ну, точно так же, как у вас. Но я не могу себе позволить, например, один или два дня целиком снимать вклады на билеты и пускать людей просто там. При этом я бы формировала, естественно, аудиторию вкуса и допроса. Аудитория, скорее всего, в следующий раз была бы готова прийти и заплатить деньги. Потому что они понимали, куда они идут и на что они их тратят. Но у меня такой возможности нет. Никакой спонсор не позволит мне выполнять роль государства. Понимаешь, что я говорю? Можно я сформулирую? Да. Ты хочешь, чтобы часть государственной поддержки уходила площадка на обеспечение бесплатных показов, например, на хороших документальных фильмах. А какие фильмы хорошие, кто решает? Это, наверное, решает совместные площадки и Минкульт, или если есть некое экспертное сообщество, о котором мы сами говорим, если это деньги государственные. То есть, в ремень эсперства культуры создается еще? Нет, ничего не создается. Ну, самый простой способ. Есть фильмы, которые лежат на поверхности, но условные тоже Казаковские, условные, я не знаю, вот тут рядом, условные Аспарт, я не буду сейчас называть. Есть определенный десяток фильмов, которые было бы здорово впустить в прокат в России. Для того, чтобы пустить их в прокат, нужно площадкам помочь ставить эти фильмы в прокат. Не для бесплатных сеансов, ну, вот, да, вот, понимаешь. Площадка ни одна на это не согласится, но должна быть какая-то экономика. Но ты говоришь о компенсации. Я говорю о частичной компенсации, да. Ну, грубо говоря, Министерство культуры выкупает зал, куда ходят люди на открытый показ, ты выращиваешь... Условно говоря, так. Окей, все? Да. У меня понятное предложение. У меня вопрос, давайте чуть-чуть посчитаем. Смотрите, 30 миллионов раз, 30 миллионов билетов продается в течение года на российские фильмы. Кстати, 30 миллионов билетов продается и во все наши театры. Одинаково смотрят русское кино и театры. Вот если сказать, а сколько, в принципе, документальное кино может из этого занимать? Ну так, вообще, не может быть половина документальных фильмов, да? Какую долю может занимать документальное кино в общей системе проката? 5-10 миллионов. Мне кажется, до 5 процентов. Я думаю, 2-3 процента. 2-3 процента, это как первая, вот первая, первая задача. Смотрите, если сейчас я, вот сказать, допустим, какой-то фильм Высоцкий, ну, посмотрел в России 4 миллиона зрителей, да? Это потолочные там цифры для этих картин. Значит, есть фильмы, которые всего 11 фильмов в год игровых, которые смотрят больше миллиона зрителей. Значительную часть фильмов смотрят меньше 100 тысяч. И много фильмов, оказывается, ниже 20 тысяч зрителей. Сейчас, когда вот цифры прозвучали про какие-то прокатные, это по одному, это по низким кинотеатрам, но если сложить по всей России сейчас любой документальный фильм, мы получим там 3 тысячи зрителей, 5 тысяч зрителей, наверное, потолок вообще, да? Нет, даже в игровом виде. О, хорошо, единичные, да? Я думаю, что когда вот прозвучали слова о том, что Вы хотите производить 5 фильмов в год игровых, ну, в смысле, не игровых, полнометражных, да, здесь вопрос, а сколько Вы на эти 5 фильмов хотите зрителей привезти? Ну, это надо отвечать, потому что в любом случае, вот это как раз та цель, куда мы хотим, да, потому что если мы хотим производить фильмы, на которые придет на 20 сеансов 20 зрителей, да, тогда никакой прокат, там будет трещать все по швам, любая экономика, да, и не то, что вернуть производственный бюджет тогда невозможно, даже невозможно вот это рекламное, даже печать этих копий или распространения нереально отбить. Просто я в данном случае не хотел бы быть таким пессимистом, но я вот когда слышу слова прокат, Вы сейчас говорите как о какой-то звезде путеводной, вот прокат, да, а о каком прокате Вы говорите? То есть в этом смысле, мне кажется, это какие-то довольно маниловские планы с точки зрения того, что прокат у нас всех вытащит, да, вот, то есть мне кажется, вот, Соня, это правда, что нужно расставаться с какими-то деньгами государству, чтобы зрителя приучать к этому киноязыку, там, чтобы смотрели вот такую продукцию, может быть, в нескольких кинотеатрах, которые прикармливают свою аудиторию, потому что я специально спросил, в общий прокат? Да никогда. Может быть, фильм «Океан» там прошел, да? Да, возможно, не скажите мне, что фильмы, ряд фильмов не российских, да, а западных... Зарубежных фильмов, да, да, возможно, согласен, согласен. Да, вам слово. Я Игорь Брокопенко, я руковожу документальное обещание на канале РНТВ достаточно давно. Достаточно давно и прошел самые разные этапы существования и формирования документального обещания, начиная с 97-го года, и мы начинали документальное кино в формате авторского документального кино, сегодня пришли, на сегодняшний день существует в другом нескольких формате, и я выскажу, с вашего позволения, несколько собственных мыслей по поводу того, о чем мы здесь сегодня разговариваем. Но вот я пришел не сначала, и вот то, что я услышал, у меня такое ощущение, что мы пытаемся пристроить покойника. Вот. И в кино на него не ходят, там 20 человек, здесь 15, и по телевизору его не показывают, а нафига нам тогда такое документальное кино? Ну, чтобы сказать, на Западном кинофестивале у нас есть в России документальный кино, но, в общем, тоже не самоцель, конечно, правда? Поэтому я думаю, я представитель канала, со мной можно не соглашаться, поскольку телевизионный эфирный канал это коммерческое предприятие, оно существует по законам рынка, к этому можно относиться плохо, вот, но, как это не партаксально, вот те самые кинотеатры, и в том числе этот, он тоже существует по законам рынка, если только добрый дядя не оплачивает эту песню и не смотрит, вот, вот, как сюда приходит, смотрит человека. То есть, о чем мне кажется, документальное кино обязано быть зрительством, если нет, бессмысленно все. Если нет, тогда есть добрый дядя, которому нравится некий режиссер, там, Иванов, там, Петров, Манский, Морошниченко или кто-то, и он говорит, ну, возьми немножко денег, сними что хочешь, вот, мне этого будет достаточно, мне результат не важен, может быть, я порадуюсь в моей семье, вот. Но я думаю, что таким образом, ну, бессмысленно развивать документальное кино. Поэтому, сокращая эту историю, да, хочу сказать, что, вот, вы совершенно справедливо с одной стороны говорили о том, что СТС документальное кино не нужно, ТНТ документальное кино не нужно, РНТВ документальное кино, о котором мы сегодня пытаемся говорить не нужно. Я хочу сказать, что нужно, Слави Мургулу нужно. С Ромой Петренко мы много лет говорим о том, что нужно документальное кино, только какое. То, которое финансирует канал, это другая совершенная история. Но есть точки соприкосновения между Министерством культуры, которое готово финансировать документальное кино, и каналом, который, в принципе, готов поставить это документальное кино, при условии, что его будут смотреть. У Министерства культуры задача какая? Не финансировать документальное кино, любое, да? У Министерства культуры есть задача финансировать документальное кино особая тема, особого содержания, которое продвигало бы какие-то ценности, необходимые государству. Так ведь, да? И желательно, чтобы это документальное кино смотрели. Каналу важно, чтобы документальное кино смотрели, и неважно, как было оно характер. И вот в этой точке соприкосновения, вот в этой точке, конечно, можно было бы найти соприкосновение при условии, что, допустим, Минкульт говорит, нам, мы готовы финансировать кино вот такого характера. Канал говорит, нам вот это кино неинтересно, потому что его не будут смотреть, это неинтересно, а вот это можно попробовать. И тогда вот в этой точке соприкосновения, когда Минкульт договаривается с каналом честно, что готов финансировать Минкульт, а что готов поставить в эфир канал, тогда будет история, в том числе и коммерческая. То же самое с прокатом. Если сеть, я не очень хорошо понимаю эту историю, но если, допустим, сеть кинотеатров объединяется для совместного существования, оно может доказать для того, чтобы зрители пошли в зал, нам нужно кино вот такое и про это. Минкульт говорит, мы вот это готовы финансировать, а вот это нет. Только в этом случае, конечно, это история состояния жизни. Вот если я, может быть, сказал, что это не так, извините, но я думаю, что вот путь развития документального кино, если только мы не хотим ее вот так вот пристраивать, где-нибудь возьмите в ресторане, ничего не получится. Я тут пару лет назад хотел открыть линейку авторского документального кино, даже была придумана рубрика «Человеческие истории». Мы разговаривали на эту тему с Манским, с Мирошниченко и говорили, дайте мне фильмы, которые я могу поставить в эфир. Один из этих великих деятелей документального кино сказал, что не обольщайся. Такого крайне мало линейки и не получится. Поэтому мы должны делать токены, которые будут смотреть линейку. Спасибо за это. Можно я сейчас попробую формализовать, опять же, извините, мне такая занудная функция сегодня. Значит, речь идет о том, вот как сейчас устроено курс поддержки. Для того, чтобы выйти в спецпроект, нужно далевое участие канала. Это означает, что нужна договор о далевом участии канала. Это означает, что канал диктует на входе в поддержку, в свои условия. Если мы хотим, на мой взгляд, если мы хотим играть в игру телеканал Минкульт и независимое суде, это означает, что на открытом питчинге канал должен видеть проекты и понимать. Хочу я его или не хочу? Хочу я вручить еще 30%. В противном случае это будут, знаете, индейцы. Индейцы вышел сюда, что-то снял или не снял, положили. Такие опыты были. Когда-то Ханютинин Сигюриевич, я делала первый канал, Минкульты, Гильдия, серию, место действия России. Один раз это сработало. Мы просто разучились работать по продукции, и правила действительно Минкульты сейчас это не предполагают. Но мы можем попросить, собственно, смысл в чем? Для того, чтобы телеканал подключался на выходе творческого проекта, участие в открытом питчинге, когда телеканал является соинвестором, плюс государственным деньгам, со всеми продюсерами, с которыми я говорил на телевидении, все от первого канала, канал Культура, все счастливы вложить 30% денег, а не 100, и получить телевизионные права на картину. Социальные версии, например. Можно, мне очень понравилось выступление Игоря Прокопенко, просто потому, что это взгляд, как будет сказать, это взгляд человека, который не хочет относиться к этой именно отрасли, как к отрасли выделенной, которая должна жить по всем законам, по которым больше не живет никто. Или мы, значит, говорим о том, что мы хотим строить это из-за родности, ну пусть не разумеется, но что-то такое живущее, а не выживающее, не умирающее. Или мы говорим, неважно, что мы снимаем, главное, чтобы помогали, и поскольку это, ну как бы, очищает, значит, воздух кругом, делается культура и так далее, значит, то хорошо. Я хочу вот сказать, вообще говоря, разговор о документальном кино сегодня, это разговор о сферическом коне вакууме. Почему? Потому что фильмы, ну здесь вообще нету пока никакой системы. Они все разные, по тематике, по хроновитражу, почти никто не ориентировал. Замечательно, только телевизор показать нельзя, все остальное нормально. Значит, и можно особенно на это сами смотреть, значит, в дом какой-то семьи. Вот. То есть, относим к производству как не к индустрии, а как к высокому творчеству, тогда извините. Тогда можно следующее? Что? Это к вопросу о кино. Я считаю, что, значит, отдельные кинотеатры для документального кино не нужны. И не нужны они потому, что создавать пустые пространства за свет и тепло больше надо будет платить. Согласен. Либо это должны быть арт-галереи, которые вот несколько человек... Вот. Это следующее, что я хотел бы сказать. Можно подать и сейчас закончу. У нас, слава богу, теперь кинотеатры многоозаленны. Значит, можно один маленький зайчик при некоторых условиях, для чего это нужно, делать прокатной площадкой, совмещая ее обязательно с кино-клубами. Пусть это в этом зале раз, там, неделю или две недели будут показываться фильмы, мы не, конечно, при таком количестве зрителей никакую лояльную аудиторию не вырастем. Она придет та, которая лояльная есть, если она увидит кино интересное, и которое, в общем, у нее производит для этой аудитории продвинутый прежде всего, оно и интересно, значит, она будет ходить. И, конечно, удобство многозаленности в том, что можно трейлер показывать перед другими фильмами. Можно я просто сразу прокомментирую? Ваше мнение абсолютно ошибочно, потому что они не соответствуют сериальной жизни. Есть ряд кинотеатров, которые переданы в коммерческое пользование от государства с определенными условиями. Они обязаны показывать 50 фильмов по велению государства. Ну, там, это кинотеатры «Пионер», какие-то части «Каро», по-моему, даже в октябре что-то есть. Вот мы к ним приходим. Ну, помимо того, что, понятное дело, первые, так сказать, нас посылают туда подальше, то потом говорят, ну, окей, ладно, вы нас достали, пусть в 9 утра. Мы вам обязаны, хорошо, мы вас там в 9 утра, никто туда, понятное дело, не придет. И вот вся ваша история про многозаленный кинотеатр, то, что я говорил сейчас, она, ну, как бы рассыпается в один миг, если столкнуться с реальностью. Точно так же, ну, как раз на мой взгляд, единственный выход у кино, если вообще, в принципе, говорить, есть ли государственно-культурная какая-то политика, причем, я сомневаюсь, потому что иногда, по-моему, даже как раз встречались в Государственной Думе, я помню, что мы там слышали по поводу едения как-то, эндрезы, вот, и что там в головах вообще творится у людей. Это, конечно, запредельно. Вот. Но если она есть, допустим, если вообще хочешь государственно-культурно, наоборот, министерство культуры, по крайней мере, пытается, в виде спичинга Елены Лакиной, не знаю. Вот. Но, конечно же, единственный хит-момент, это, ну, сеть кинотеатральную пока мы достаточно слабы, по-моему. В общем, это очевидная вещь. Только количество субсидий, которые уделяются на фильмы, на них не снялись. Те фильмы, о которых мы говорим, это зарубежные, которые составляют в основном программу Центра документального кино. Таких бюджетов тут нету. Искать их нужно сложно, тяжело и долго. Во всем мире тоже в ней так все просто происходит, хочу сказать. Вот. Поэтому, конечно же, нужно какие-то поддерживать отдельные точки, может быть, в том числе вот Центр документального кино. Но, собственно, для того и созданное, я так понимаю. Какие-то у нас государственные кинотеатры, мы можем осуществлять вот эту вот благотворительную моральную поддержку для документалистов с фильмами, которые хотя бы не то, чтобы никто не придет, но кто-то придет. Существуют клубы в рамках наших кинотеатров. Угал Инклина, Вильгиня, там, еще что-то, какие-то, ну, что бы я сказал. Миша, это называется стимулирование через киноклуба? Окей. Я бы хотел сейчас чуть-чуть изменить дискуссию, потому что мы сейчас говорим про зрительское кино, а на самом деле просто вопрос. Ведь мы должны иметь право на эксперимент за государственные деньги. Не все должны снимать только блокбастеры документальные, иначе мы просто, ну, как язык, мы будем развивать. То есть мы должны поговорить и об этом, да, вот просто я понимаю позицию, ну, рыночную, да, но если мы не будем делать, там, короткие альманахи, там, давать деньги нашим авторам на ресерс, потому что доехать до Якутии на собственные деньги по продаже 6 сентября невозможно. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте мы чуть шире будем смотреть на индустрию. А я бы хотел Марину Распешкину попросить сказать несколько слов. На самом деле вы как раз не по поводу прокатного кино. Один из вопросов, который мы сегодня обсуждаем, основной, это каким мы хотим видеть неигровое кино, там, скажем, ну, лет через 5-6. То есть что может произойти, что нужно? Ну, во-первых, мне кажется, что мы как-то о себе действительно думаем, как о людях такого глобального мира, которые должны его тоже глобально изменить. Мне кажется, что все гораздо скромнее, ситуация скромнее, и нас не должны смотреть вся Россия, и не должна смотреть вся Европа. Мы находимся в каком-то эксклюзивном сегменте, и на который мы должны рассчитывать. Из этого эксклюзивного сегмента всегда будут в широкий прокат попадать, там, где-то 4-5. для широкого зрителя. И к этому, мне кажется, что мы здесь совершенно спокойно. Значит, что я хочу? Я не очень верю во все государственные инициативы, я верю только в личные инициативы, я верю в группу оценивать. Это совершенно нелегкая ситуация. К тому же Третья действительно не привык, и его надо приучать смотреть кино. И вот с этого надо и начинать, и надо начинать не в Москве, а в Погромной России, которая абсолютно лишена знания о кино, потому что она стала первым, первый канал. Вот. Эксперимент, который мы провели. В течение года мы натворили все в пульсах и на стиле каналов. В течение года мы показали 20 фильмов наших студентов. что для этого нужно было? Я прилетела в Сургут, мы часовую беседу записали для телевидения, я записала разговор перед каждым фильмом. Что было дальше? Они очень грамотно работали. После каждого фильма, да, был создан сайт, который зрители могли оставлять свое мнение, и потом была прямая, был прямой эфир. После каждого фильма, когда фокус-группа собранная из трех человек, совершенно случайных людей, разной специальности, неискус-паментов, сидела в прямом эфире, обсуждала кино. Им можно было позвонить. В течение двух месяцев в Сургуту и область были такому возмущенному пламену, они трепетали, писали руководству, что возвращают детей, возвращают, ну, все возвращают. После этого все успокоились, там, счастья, очень приличный руководитель канала, который сказал, что осеннее такое, не бывает, не бывает, весеннее визу, не осеннее. Да, поэтому было совершенно спокойно, и через два месяца люди стали звонить и говорить, а вы повторите вот тот фильм, который, правильно, показывали, половина программы, повторили сроку. То есть, было 20 фильмов, и еще 10 повторили вокруг. после этого Сургутский область попросила, чтобы я организовала там и на школу, и в принципе я организовала школу в Сургуте, и вот такая, это не то, что мы такие хорошие, это они такие замечательные, потому что, мне кажется, вот я впервые вижу такую подробную, тщательную работу в общем спину, которая не может быть популярной для всех, действительно. Мне кажется, что сегодня появляются такие точки, допустим, в Бостоярске есть такой продюсер Поли Бен, вот благодаря ему, играм, которые он сумел достать, два человека, два документалиста, ездили с фильмами, документальные пять фильмов, наверное, Лена была, среди пять фильмов ездила по сибирскому маленьким городам, которые тоже никогда не видели документальные фильмы. Да, с испытанной эти фильмы не посмотрят 100 тысяч человек, но их никогда не посмотрят 100 тысяч человек. Вот не надо нам обобщаться, что мы для большой аудитории работаем, опять исключая там пятерку фильмов, которые раз, два, три года мы можем снять. Вот, все остальное мы должны просто точечно работать на маленькую аудиторию, понимать, что это маленькая аудитория, ездить, взять область. Я бы, допустим, просто предложение для Гильди, взяла бы сейчас для пробы какую-то область сибирскую, ну, отдаленную, да, и попробовала там работать в течение года с документальным кино, показывать, выезжать, режиссер нужен выезжать, разговаривать со зрителями, общаться непременно, нельзя пропускать кино из рук. Когда мы показывали «Зима уходи», у нас в течение года не было продавленного воскресения, поэтому мы показывали по клубам, то мы где-то в 30 городах России самостоятельно показали это кино, это кино. У нас единственное было условие, что каждый из студентов, что каждый показ сопровождает режиссер. 10 режиссеров было, поэтому как-то все разошлись. И это было очень, ну, полезно такими для режиссеров и для зрителей, полезной акцией. то нам постоянно, мы постоянно устраиваем такие выезды. Вот это очень важно. Вот такая точечная работа режиссера со своим фильмом. Может ли государство взять на это? Можно ли взять на эту сказку на эту тему? Если можно, это будет прекрасно. Если нет, надо договорить с отделом работы, потому что у них тоже есть какие-то деньги на вот, так сказать, вот замечательно, что работает проект Офера. Четыре города, да, провинциальных у вас, пять, включая Москова, плюс Москва, да? Вот четыре точечная работают с приездом режиссера, все. Это вот самая правильная работа. Ну, мы не сможем мы быть любимыми всей страной, да? Для этого нам надо рассказать опять, таким образом, алболезное начало, да? И так далее. Только тогда испаривает вся страна. Во всех остальных случаях у нас мало средствей. Мы должны это просто принять как данность, да? Марина Александровна, а вы считаете, мы должны работать? Я имею в виду, посмотрите, есть как бы индустриальные какие-то штуки про то, что денег в министерство взять. Мы сейчас, грубо говоря, собираем все эти 130 киноклубов, и вот Никита этим занимается, открыли в Костроме, сейчас в Владивостоке. Просто мы отдаем кино то, которое уже, в общем, не имеет коммерческого потенциала, да? То есть, она отработала на рынке. То есть, я еще одну мысль просто вбрасываю. Вообще, мы готовы к этой общественной работе, вот сообщества, с вашей точки зрения. То, о чем вы говорите, это нудная, точечная, чудовищно, тяжелая работа. Безденежная работа. Да, безденежная. Но она индустриальная вполне. Мы растим тридцать. На самом деле, вот мы ее делаем. Но это касается нашей школы, естественно, мы можем обратить все-таки но мы тоже чуть-чуть делаем. Ну вот и хорошо. Что делать, допустим, вот Никита я считаю, что нельзя просто отдавать в кино. Надо с кино ездить и говорить. Вот если у нас получится как-нибудь договориться с Аэрофлотом. Спасибо. На самом деле, то, что Марина сейчас сказала, по-моему, наибольшее значение имеет вот этому образу последующему, да, который по отношению к игровому кино. Мое вот впечатление, на самом деле, почему такая мысль мне показалось интересное. Вот это не отпускать из рук документальное кино. Дело в том, что социологи подтвердят, что целевая аудитория сегодня очень маленькая. Ее нужно искать, на самом деле. Во-вторых, все документалисты понимают, что эту аудиторию можно расширять, потому что если у человека нет сегодня потребности смотреть документальное кино, то это не значит, что ее невозможно воспитать, да, но тоже у определенного ограниченного круга людей, потому что считать, что все, кто смотрит Дом-2, соберутся когда-то пойти на документальный фильм. Это может быть только фильм типа Океана или там два-три фильма, которые могут быть вот такими звездными для всей индустрии в течение года или в течение нескольких лет. Поэтому получается, что представим себе вот этот образ, который состоит из сети определенных отношений, когда сами документалисты и люди, которые понимают в документальном кино, то есть в киноклубе, занимаются ручной работой, и выстраивают такую сеть отношений, что это не тот дистрибьютор, который пришел с улицы и говорит, я буду катать ваше кино и принесу вам денег обратно. Это как раз только мы сами получается. То есть только за счет вот этой ручной работы можно говорить о том, что есть сегодня и дальше можно говорить о том, насколько эту вещь можно расширить. это на самом деле та самая модель, которая мне кажется самая приближенная к ситуации существующей. То есть я что хочу, перед тем, как мы завершим, подождите, у нас осталось буквально там сколько-то считанной минуты, я вот что хочу сказать. Мы договорились о формировании рабочей группы. До четырех у нас? Да, у нас больше. Смотрите, перед заключительной частью нашей беседы вот что я хочу сказать. Мы договорились о создании рабочей группы. Наверное, после сегодняшнего круглого стола будет названо примерно 5-7 человек, я думаю, не больше, потому что 17 это абсолютно не рабочая конструкция, это как бы вообще никогда и нигде. 5-7 человек, которые войдут вот в это ядро. Я думаю, что главным среди них будет Евгений либо Никита. Значит, все остальные, которые войдут в рабочую группу, я думаю, должны быть распределены по определенным сегментам по вопросам. То есть, кто-то будет вести все предложения, связанные с дистрибьюцией, кто-то будет вести все вопросы, связанные с предложения, которые связаны с продвижением, кто-то должен собрать все вопросы вместе, которые связаны с системой отбора для оказания государственной поддержки и экспертными советами, как они должны работать и так далее. То есть, вот эта рабочая группа в первую очередь пригласит людей, которые каждый за определенные направления могли бы отвечать в плане сбора вот этой информации. Я думаю, что следующий круглый стол, не знаю пока, когда он будет, но он точно последует за сегодняшним, судя по разговору, сегодня только начало. На следующем круглом столе вот эти 5-7 человек каждый должен сделать короткое сообщение по тем предложениям, которые он за это время собрал, увидел, услышал и как они выглядят с его точки зрения, с точки зрения реализуемости и эффективности. То есть, для того, чтобы складывать документы, мне кажется, мы просто поговорив и разойдясь, мы ничего не получим в результате нашей встречи. Встреча должна вылиться в то, что появятся эти 5-7 рабочих людей, которые уже со всеми остальными поговорят о тех направлениях, которые будут за ними закреплены. Кстати, были названы эти направления. Еще я хотел бы, Ольга, то есть, сказала хорошую вещь по поводу классификации фильмов. Надо сразу договориться, что мы имеем в виду некоторую такую сетку, в которой указаны какие-то виды документального не игрового кино. И, соответственно, для каждого вида нужно определить, как заинтересованность зрителя, так и заинтересованность государства и бизнеса в тех или иных видах продуктов. Потому что те модели, которые могут реализовываться, они должны быть абсолютно разные для научно-популярного кино, для образовательных фильмов и для фильмов, условно говоря, арт-хаусных, высоко-художественного документального кино, экспериментов. В этом смысле, мне кажется, надо четко разделить и тоже вот этим людям, пяти-семи человекам, которые будут работать, иметь в виду, что мы не все фильмы сразу в одной куче рассматриваем, а по отношению к каждому точечно определяем, как с этими фильмами быть. Дальше, то, что я сказал про 300 часов анимации. Сейчас вот тоже прозвучало уже, тем не менее, хотя не были готовы, но мне кажется, какие-то оценки, сколько таких фильмов должно быть в течение года, прозвучало. И, наверное, можно также оценить, сколько зрителей сегодня готовы смотреть, ну, по опыту тех, там, пяти-шести картин, которые там с большим трудом точно доходят до зрителей и получают даже в том числе кассу. Вот, поэтому, какие-то количественные характеристики, приблизительные, по крайней мере, существуют. Я могу сказать так, что в Министерстве культуры, вот они финансировали 400 картин в год, и там тоже есть три градации. Мне кажется, что если сообщество предложит определенную более детальную картину, то есть, вот это полный метр, вот это там альманахи, вот это, ну, не знаю, какие градации будут в этом случае рассматриваться, то есть, в любом случае можно будет дать какие-то такие ориентиры, которые с точки зрения сообщества должны соблюдаться. И я думаю, что просто Министерство культуры может это принять как там для бюджета следующего года определенную такую программу финансирования. Потому что сейчас то состояние, которое есть, мне кажется, оно не устраивает никого, включая тех, кто работает в Министерстве культуры. То есть, иначе бы они не приходили и не беседовали и не пытались вместе с нами какие-то такие предложения вытаскивать. Вот, это я про финальную точку, к которой мы придем, то есть, по поводу рабочей группы и по поводу формата последующего этих... Теперь я предложил бы, может быть... давайте у вас, это называется «Столием абсурдаем» с Володей Катименко. Берется, ну, значит, по всем меркам, по даму, еще лучшее мировое кино, которое абсурдают у всех экспертов и молодые люди. Специалисты, не специалисты, как хотите. Рейзинг 5.6, доля 5.6, примерно 500-600 тысяч регулярно смотрят. Вся страна. 500-600 тысяч это гарантированно, это кино смотрят. Теперь, последний вопрос. Если то, что мы сейчас хотим как продюсер или режиссер, который подает кино на пичек, он, конечно, обязан сказать, что это будет за кино, и в Европе это давно все придумано. Он точно говорит, что я снимаю фикшн, документы или такого-то класса. Вот об этом идет речь. Это можно просто скальпировать и повторить. Ну, тогда в этом случае вот все то кино, о котором я говорил, вот эта самая дельта вот этого авторского кино, попадет ровно вот это самое кино. Просто будет квартира, квартира, вам определяют 5% и все. А претендовать на то, чтобы в силной маленькой студии 5-6 человек, 5 человек делают мейнстримное кино, это меньше, конечно, нелепо. Мы не сможем конфликировать ни с одним за штатным продуктом BBC или Discovery или чего бы. Альфор, это же идет только о том, что мы сейчас просто обсуждаем. Сейчас есть спецпроекты, есть слоты, есть субсидии. Сейчас все форматы привязаны к телевизионному эфиру 26-52. Мы сейчас... Это не обязательно. Это не обязательно. Могут быть исключения какие угодно, если это стоит того. Да, конечно. Перерыв, можете... Мы с... Ну, это уже проговаривалось, что у документального кино на самом деле несколько задач. Вот это надо четко уяснить и этому следовать. Первая задача это сохранение хроники. Все то, что мы видим, ту машину времени, которая находится в Красногорском архиве, создавали поколение документалистов на нас. Это наша история. Как с этим быть? Тут вопросы звучали. Там, мы сдаем до сих пор на антижетных петокановых, которые там рассыпятся. Вот этот вопрос тоже надо прояснить. То есть, как сохранить то, что мы делаем? Мы должны предложить. Мы должны предложить, потому что в Краснокольске полное непонимание, у людей, которые там занимаются, полное непонимание как бы новых технологий. То есть, ну, надо этим заниматься. Это... Сейчас существует комиссия между... Ну, комиссии, много комиссий. И Минсвязи, они принимают технический стандарт, они его разрабатывают. Это понятно, но этим надо заниматься. Иначе мы будем сдавать еще 10 лет на диджитал-бетокабах, а потом все это размокнится, и там через 100 лет наши фильмы никто не увидит. Эта задача запечатлеть и Богу. первая задача. Вторая задача делать, выращивать авторов, ну, делать авторское кино, сохранять, как бы, искусство, поддерживать. Вот, это вторая задача. И уже третья задача, это там делать какое-то кино, которое там для массовых зрителей тоже задача. Ну, задача. Поэтому все это нужно сохранить. Это тоже можно. Да, пожалуйста. Я короткую буквально рейку поеду с вопросом телевидения, которое я недавно наткнулась на интернете, на передаче «Арпер» 97-го года в эфире Косаковский, беседы с ним и показы фильмов и также другие авторы. Что случилось в этот период с телевидением, что, мне кажется, кто-то один нарисовал такой странный образ среднестатистического зрителя, который воспринимает только такое кино и никакое иначе. Мне кажется, эта глупость несусветная. Нужно как-то уже непременно привлекать то, что проговаривали, на частичное долевое участие в финансировании вместе с мультами обязательно присядить к каналу, потому что так они и будут производить отдельно так называемые расширенные спецрепы, многократно мы об этом говорили, загоняйте документальное кино в какие-то рамки и потом называть его покойником. Все. А можно ответить, почему? Сейчас сережа Дима подсказал, потому что когда едешь в архив по поводу Левокси, мы уже платим в Ревоково 6 тысячи или 8 тысячи рублей в минуту архива в Красногорске тоже, а в Австрии там вообще по секунду, 50 евро за секунду вы платили. Поэтому, в принципе, в пространстве короткой памяти, вот, коллега выступал, так сказать, с Арантирей, вот пространство короткой памяти это сегодняшний день. И в пространстве короткой памяти документальные фильмы некоммерческие, убыточные, убогие, нелепые. А в пространстве длинной памяти это вообще, так сказать, коммерческий продукт. И поэтому нам не надо в этом смысле комплексовать, что мы тут отщипываем. В принципе, вот, кстати, в архиве с Висхезда, с Калантарова, Пасовского, большие деньги идут на хранение. То есть, они-то относятся к любым документальным фильмам, которые сами не производительны, даже не планированы для зрителя, просто распределили деньги, как сделать и сбросить туда. Все равно они хранят и тратят большие деньги. То есть, как бы заложено ответственное отношение уже к этому продукту. Вот, кстати, еще два слова. Нынешняя схема, в которой существует в нашем документальном кино, додекционном, оно включает государство, которое дает деньги, и продюсер, который эти деньги выполняет, и архив, который это кино принимает. В этой схеме отсутствует зритель. Приходит продюсер, дает документы, получает деньги, потом он сдает отчет за кино, отдает в архив фильм, и все, никто его не видит. И может не увидеть никогда. Видят его только архивные работники, которые, и тем не менее, это все хранится. Но главный мой мотив, что это коммерческий продукт для будущего. Если можно, символизует немножко очень важную вещь. Простите, будьте добры, представьтесь, чтобы тут было записано. Сергей Головейский. Сергей. На мой взгляд, это просто самый главный ключ к тому, что сегодня мы обсуждаем. Мы обсуждаем абсолютно коммерческую недействующую конструкцию. Единственный, кто финансирует, по сути, сферу неигрового кино, это государство. Но на данный момент не выстроена схема замера эффективности траты этих средств. Соответственно, конечно, это зритель. Никакого другого способа нет. И здесь мы подходим к самому главному. Нужно исследовать зрителя. Это, собственно, то, чем закончилась сегодня презентация. То есть, нужно провести глобальное исследование, которое нам скроет, чего зритель ждет от документального кино. Что он под ним понимает, какое хочет видеть, где хочет видеть, про что хочет видеть, хочет ли платить деньги, если да, то сколько, ну и так далее, и так далее. Я несколько не согласен. Да, я считаю, что это должен быть отдельный проект, который, скорее всего, вряд ли кто-то его проконсирует, кроме того. Вот на самом деле говорили про кинохронику. И то, что хочет видеть зритель сегодня, может не соотноситься к тому, что захочет увидеть зритель через годы. Вот к нам сейчас на студию обращаются люди за хроникой, которую мы вообще в советское время никогда не использовали. Никогда не использовали. Мы хотим остановить дискуссию, потому что мы хотим сделать 10-минутный перерыв, для того, чтобы финальная часть была у нас такой сконцентрированной. Давайте 10 минут перерывать. Давайте продолжим. Я могу сказать, что сейчас вот этот разговор наш, несмотря на то, что он может быть не очень конкретный и, может быть, финальных каких-то точек мы не сможем сегодня получить, по моим наблюдениям получается, что такие разговоры проходят не только у документалистов, они точно так же проходят у аниматоров, у игрового кино, и, если посмотреть на то состояние, которое было, скажем, 3 или 5 лет назад, существовали очень разобщенные какие-то группы кинетографистов с разными противоположными, может быть, интересами или устремлениями, и вообще было непонятно, куда эта вещь может развиваться по поводу продукта, по поводу зрителя, по поводу проката и так далее. Вот эти круглые столы, которые начали проводиться, они говорят о том, что, в принципе, в индустрии появляется такое здоровое настроение, когда хочется консолидироваться. То есть, вот эта консолидация, она, на самом деле, постепенно начала наступать. Мне кажется, что то, что делает гильдия, вот это вот объединяющее, может быть, начало, это очень важно, потому что на самом деле у государства отношения, вот Женя, наверное, не даст соврать, некоторое время назад к любой части кинематографии государства возникло следующее отношение. Мы вам даем денег, а вы, снимая 400 фильмов, скажите, где то кино, которое вы снимаете на наши деньги и как его можно показывать. На самом деле, эти разговоры начались, может быть, два-три года назад, но сейчас они прозвучали уже с самых высоких трибун, когда на правительственном совете по кинематографии, последнем, который состоялся, там, собственно, председатель правительства задал этот вопрос о том, что государство все время наращивает объемы государственной поддержки, а, скажем, доля в кинотеатрах отечественных фильмов сокращается. Выходят только единичные какие-то фильмы, которые можно смотреть. Получается так, что вроде как все сообщество несет ответственность за то, что происходит с документальным кино, с неигровым. То есть государство, оно спрашивает, а что еще сделать, скажите, давайте так или так, скажите, как нужно. Но вот мы, выделяя вам определенный ресурс, мы праве рассчитывать на то, что будет в результате какой-то продукт и какой-то интерес, и зрители будут получать что-то. Здесь получается запросы даже не от самих зрителей в этом случае, а просто от государства, от чиновников, которые регулярно, ежегодно выделяют эти средства, и не видят никакого эффекта. Получается, этот вопрос обращен ко всем, то есть к тем, кто так или иначе связан с кинопроизводством, с прокатом, с продвижением. И здесь вопрос изучения зрителей так или иначе существует. Я к этому отношусь с одной стороны очень положительно, а с другой стороны у меня большой скепсис. Почему? Потому что если потребность не сформирована сегодня, то эти зрители, отвечая на вопросы во время анкетирования таких логических исследований, они не сформулируют, чего они хотят от нас получить. Зрители на самом деле хотят получить продукт, сказать, вот это мне нравится. А до тех пор, пока он не получил этого продукта, он даже не может сказать, когда не попробуешь, на вкус еще не понимаешь, хочешь ты этого или нет. поэтому вот эти исследования действительно очень важны, их нужно ориентировать может быть на то, чтобы определять, есть такое слово R&D, то есть вернее обозначение Research Development, любое исследование оно обычно кладется в основу того, чтобы потом разрабатывать продукт. Вот для разработки продукта нужно изучать не то, хотите ли выходить на документальные фильмы, они все скажут нет, не хотим, потому что видели один раз ужасно и не пойдем. А нужно выяснять на уровне самих вот этих вот может быть ценностей, на уровне того, что лежит в основе зрительского интереса, то есть когда мы изучаем игровое кино, мы в этом случае измеряем картины и до того, как они начинают разрабатываться, в момент, когда они уже сделаны и там монтажно-тонировочный период там как зрители к ним относятся и экзит-полы, когда люди выходят из кинозалов. Например, по поводу фильма Сталинград нас интересовало не столько то, что там понравился вам фильм или нет, нас интересовало, какие эмоции в конечном счете вызывает этот фильм у зрителей. Выяснилось, что, например, страх и ужас этот фильм не вызывает, а вызывает, например, интерес, любопытство, то есть те точки, которые, собственно, характерны для этой картины. По отношению к ценностному вот этому раскладу, то есть есть система ценностей, определенная, по которой тестируются те или иные фильмы, по отношению к системе ценностей там тоже такая довольно интересная картина, потому что фильм связывается с любовью, с семейными ценностями и там в меньшей степени с какими-то деловыми или с карьерами, но понятно, потому что жанр такой. Я хочу сказать, что каждый продукт, он как на стадии, когда уже выпускается в кинотеатры, так и на самой ранней стадии, когда еще просто идея, когда еще нет сценария, когда только задумывается конкретный фильм. Вот в этот момент требуется общение со зрителем. Как настроить эту систему? На самом деле здесь нужна вот та самая инструментальная база, которая есть у социологов, и во-вторых нужны те самые люди, которые могут разрабатывать. Не просто взял камеру и пошел снимать, а когда есть авторский замысел, когда есть определенное представление о качестве и том, какой бюджет необходим для той или иной картины. То есть мы с Женей разговаривали в Выборге в первый раз про research development, про эту стадию, которая касается вообще производства самое начальное. Я хотел бы тоже сказать, как я вижу индустрию, потому что нечестно, если я не отвечу на этот вопрос, задавай его вам. Мне кажется, что с точки зрения производства, количество произведенных картин за деньги Министерства культуры должно быть меньше. Понятно, что денег нам в условиях и бюджет вряд ли дадут больше, но картин должно быть меньше, битва за получение господдержки должна быть серьезнее и бюджеты должны быть выше. Разумеется, мы должны заняться прокатом. если нам удастся уговорить государство, чтобы они выделяли какие-то компенсационные расходы, которые, говорила, СОВК будет прекрасно, но то, о чем говорил Министерство Разбежкина, это тоже важная работа, она общественная и, собственно, мы должны ее делать. Как я думаю, на мой взгляд, будучи президентом гильдии уже год, как мне кажется, должна быть выстроена господдержка, если говорить и конкретных механизмов. Мне кажется, что сейчас в нашем документальном кино отсутствует очень важный этап в господдержке, называется R&D Researching Development. Прочитав порядка 300 заявок в этом году в экспертном совете, совершенно очевидно для меня, что авторы, к сожалению, не имеют возможности исследовать тему. Таким образом, заявки, которые написаны, они очень маловероятны, то есть деньги по эту заявку можешь получить, но кино по заявке ты не снимешь, потому что это взято с воздуха. Мне кажется, что если мы скажем 10% всего того, что мы делаем государственное игровое кино, отдадим очень девелоком, когда мы будем финансировать конкретного автора, который обязан отчитаться перед Министерством и экспертным советом, тизером, заявкой и, собственно, работой, куда он съездил и освоил нашу гигантскую родину, потому что мы живем все-таки не в Прибалтике, где можно ее объехать на машине, а в 9-часовых поясах из таких же исторических периодов. Поэтому мне кажется, что на первом этапе даже не продюсера нужно финансировать, а художника конкретного, который может съездить и посмотреть фактуру в Якутск, Салихард, Владивосток, Челябинск, да хоть в Подмосковье. Но должна быть четкая система отчетности документальной. аналог постановочного проекта в игровом. И когда и дальше эти постановочные проекты, ну хотя бы запустить пилот, они должны будут уже рассматриваться в другом режиме. Может быть, это вести для спецпроектов. Ну, как-то так. Мне кажется, что сама система работы экспертного совета должна выглядеть прозрачной для всех участников процесса. По закону голосование должно быть тайным, это требование Минюста, то есть я не могу голосовать, как Женя Григорьев за картину Герчикова. Я могу голосовать, как некий эксперт за картину Герчикова. Он никогда не должен знать, что это я, чтобы не было корпоративного давления. Это требование Минюста. Но при этом подсчет этих баллов должен быть абсолютно как на выборах президента, и чтобы это было в присутствии чиновников. Я говорю конкретные вещи, которые сейчас не происходят и при сообществе. Более того, мне кажется, что беда еще заключается в том, что мы сейчас считаем устретненные бюджеты картин, и считается в Дисметре непонятно как, все-таки продюсерд должны нести чуть более серьезную ответственность, смеры должны быть реальными. То есть это тоже очень важно, чтобы вилка была чуть больше, чем она сейчас. Что касается проката, мне кажется, что должен быть все-таки какой-то в тестовом режиме, поскольку это не все успеют перестроиться, но мы все-таки должны в системе господдержки ввести историю отчетности о прокат на судьбе картины. Пока хотя бы в тестовом режиме, потому что мы, как гильдия, устали собирать данные о картинах, где они были. Мы должны замотивировать самих игроков отрасли, чтобы они сообщали о том, что они делают с этой картиной, которую они произвели господдерж. Это важно. Сообщали о фестивалях, сообщали о телевизионных показах, сообщали о премиях, сообщали о своих успехах. Это, мне кажется, очень важная штука, чтобы продюсеры занимались продвижением. Мы должны повысить, что я еще хочу, чтобы наша общественная организация, чтобы мы как-то, чтобы у нас возникло это поле с союзом кинематографистов и с киносоюзом, чтобы мы продолжали интеграционные процессы для того, чтобы создать единую информационную базу. чтобы у нас все-таки случилась в стране кубпродукция, потому что по тому анализу, который есть, видно, что люди возят в Владивосток камеры из Москвы просто потому, что не знают, что они там есть. Это деньги в трубу. То есть мы должны друг другу помогать снижать себестоимость картин и создавать для этого условия. Это только наш общественный труд, никто нам в этом не поможет. еще одна важная история заключается в создании профессиональной базы. И мы сейчас это делаем. Мы делаем портал гильдии с личными кабинетами для того, чтобы мы облегчали доступ продюсера к профессиональной базе. для того, чтобы мы могли видеть сатус занят человек свободен шаурилы. То есть это аналог шаурила для рекламной индустрии, которая действительно работает лучше всего. У нас этой базы нет совсем. Мы совсем не знаем кто и что снимает. Со своей стороны скажу, что мы придумали такую штуку, мы гильдию зарегистрировали как СМИ для того, чтобы каждый член гильдии мог заключить контракт с гильдией и быть журналистом и попасть под закон о СМИ на съемках, но так просто это не случится. Контракт будет подразумевать публикации на портале гильдии собственной деятельности. Вот так мы хотим принудить вас рассказывать о том, что с вами происходит, потому что иначе оригинального контента о том, что происходит в индустрии просто нет. Я почти ни про кого ничего не знаю. Но наверное это все. То есть отрасль должна иметь средство доставки контента. Мы должны все-таки стремиться к тому, чтобы иметь возможность облегчить доступ к киноклубу, площадок к легальному очищенному контенту с публичной эффектой, как мы покупаем кино в тюнси, для того, чтобы они могли легально просто его скачивать и показывать, если они хотят пригласить кого-то, они могут приглашать. Мы должны как общественная организация, и в этом смысле я абсолютно согласен, мы должны это делать, мы должны помогать людям создавать ивенты в их территориях. Это наша территориальная ответственность как индустриальная организация за страну, в которой мы живем. Если мы этого на себя не возьмем, то я думаю, что с нами будет гораздо неинтереснее делать. Если у нас будет доступ к зрителю, мы будем что-то знать. Вот все. Спасибо. Можно? Да. Я полностью согласен на то, что сейчас сказал Женя, но по результатам сегодняшней беседы мне, конечно, напрашивать вопрос, что очень много разных мнений и они где-то пересекаются, где-то они вообще совершенно расходятся. Но давайте попробуем вернуться. Я хочу вернуть вас к самому первому вопросу. И вопросу вообще годичной давности Жени. Когда ты заступал, мы приняли решение как гильдер, что мы развиваем индустрию. Давайте смотреть на индустрию как на индустрию. Мы все время скатываемся в один маленький сектор авторского кино. Не играл в кино, если говорить индустрия, это более широкое понятие. Это то, говорила о чем Ольга, то, о чем я вначале говорил. Это и научно-популярная, это и учебная, да, это какое-то пропагандистская и прочее. Мы это должны понимать, потому что только из-за большого букета разнородной продукции формируется индустрия. Проблема всех студий в том, что мы мало заняты. Монтажера можно взять на зарплату, оператора нельзя, потому что он бегает по всем фильму. У нас из-за этого огромный дефицит на самом деле профессиональных исполнителей, и не побоюсь этого слова, мастерства режиссеров. Талант есть, мастерства не хватает, не хватает по той причине, что мало работы. Один фильм в год это мало. Вернусь к вопросу о том, что сейчас существует у Минкульта существует госзаказ, существует субсидия. Предлагаю принудить Министерство культуры полностью, стопроцентно финансировать свой госзаказ, выбирать, что нужно. Нужно вам патриотический фильм. Всегда среди нас найдутся, кто его будет делать. Пускай его принимает государство, вопрос качества решает. как государство его будет принимать, это государство. Сейчас оно не принимает его. Но когда строят дорогу, приходит инспектор и проверяет хотя бы сколько они туда ослаблены и щелёнки. Решается вопрос качества. Творческую часть нужно отдельно рассмотреть и как с ней быть. Потому что здесь с одной стороны мы хотим выйти в кинотеатр, и мы хотим делать документальные блокбастеры. С другой стороны, Женя обмолвился здесь. А что эксперимент? Кто профинансирует эксперимент в творчестве, кроме государства? Ни один инвестор это не профинансирует. Значит, государство действительно должно финансировать не просто дебюты, а ещё какие-то эксперименты. Об этом нужно подумать. потом что касается дружбы с телевидением. Наверное, есть смысл какие-то проекты, вот как спецпроекты, попытаться совместно с телевидением родить пул таких проектов, которые интересны и телевидению, и автору, и, как было правильно сказано, продюсер в Европе выходит и говорит я делаю фильм для бабушек как заса. И всем это понятно. И ему, и инвесторам, и прочим телевидению. У нас лукавство сплошное. Я не буду говорить о качестве. Это всё приводит к низкому качеству. Конечно, ещё нет. Всё приводит к низкому качеству. Наши лукавства. Эти липовые заявки я полностью согласен. Вот. Поэтому, что касается творческой части, то мы два года назад проделали довольно серьёзную работу, как я считаю. Многие в курсе. Мы проехали по всей Северной Европе и встретились со всеми ведущими организациями, занимающимися документальным кино. И выпустили брошюру финансирования документального кино странах Северной Европы. В конце этой книжки мы написали некоторые рекомендации, которые следовало бы попробовать внедрить у нас. В частности, то, что Женя сказал. Конечно же, это должна быть часть на девелопе. После девелопа понятно, будет фильм или не будет. Зачем тратить миллион, когда у тебя приехал режиссёр с командировки, снял прыгающую ворону на ветке и говорит, что дальше он снимет кино про жизнь ворон. Вот. Эта вещь. Про прокат было сказано, выход. Крайне важно, конечно, трудное работа. Вот кино в массе, что называется, это крайне важно. И ещё маленькие студии, у них тоже куча проблем из-за того, что этот один фильм хотят, они его делают, вот они бьются, растекаются деньги. Конечно, гильдии нужно заняться информационной площадкой. Вот хороший был сделан анализ, 150 фестивалей. давайте повесим всё с координатами. Вот продюсер хочет прокатать свой фит, он роется, вот для меня, например, не знаю, может я такой серый, прошёл фестиваль бочевой колокол. Откуда он скачил? Где он появился? У меня нет времени сидеть, за ними отслеживать, да? То есть вот эту вещь дистрибуции гильдия может совершенно спокойно не сама заниматься, а помочь информационной части. Зачем занимается ЭДН. У них же на сайте, я уж не говорю по фонайшам гад, в конце какого года выпускаемый, У них же вся информация, какой-то, 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 5-й, 5-й, 10-й, 5-й, здесь всё проще. Да, вот, и последнее, Валерий говорим, что были собрания и есть некие наработки бумажного виде, обязательно их нужно взять и посмотреть, давайте не будем наступать на те же грабли и изобретать велосипед. Люди думали, не самые глупые и абсолютно уверен, с болезнью в сердце, и мне кажется, тогда это было ещё более откровенно, потому что сейчас мы чего там греха таить, больше индивидуализировались, коммерциализировались и немножко по-другому устроены. Обязательно нужно взять этот опыт и обязательно его нужно посмотреть. Спасибо. Ура. Всё. Вы есть? Ещё какие-то? Пришли. Давайте уже подводить итог. Мне бы хотелось про рабочую группу договориться прежде всего. То есть вот из тех, кто сегодня выступал и как-то понимает проблему. Руки давайте попросим поднять, кто хотел бы войти в такую рабочую группу. Поднимите руку, да? Одна рука есть, вторая. Кого-то мы попросим по... Вообще 15 декабря. Нет, у нас чуть раньше. Оля, у нас, по-моему, 15... 16 ноября у нас приложение Кочу должно быть готово. В качестве программы. Но оно может предварительно быть. Я думаю, что на следующей неделе нужно собраться вот этой рабочей группе. И на самом деле туда может прийти любой из присутствующих. Дело в том, что это открытая работа. Другое дело, что работать одновременно человек 12 уже не может. Просто есть правила психологические по работе таких людей. 5-7 человек это те, кто активно... поскольку Оля Курина является руководителем исследований. Ольга, понятно, да. Ольга глава этой рабочей группы. Мы попросим тогда со стороны министерства, чтобы тоже кто-то участвовал в этой работе. То есть, наверное, просто постараемся оповестить об этом в удобном времени. Может быть, это будет вторник или среда на следующей неделе. Соберемся этой рабочей группой и тогда распределим как-то эти задачи, обязанности и так далее. И имейте в виду, что это не закрытая работа, это во-первых, а во-вторых, те выводы, которые будут ложиться на бумагу, я думаю, что просто сделаем какой-то вариант рассылки, когда по электронным адресам, которым вы захотите, мы можем этот документ предварительный рассылать. То есть, просто то, что Манский высказывал, там уникальная была ситуация, когда такая рабочая группа работала внутри, он в нее входил, и в какой-то момент он взял и разослал вообще всем-всем-всем до того, как это было в каком-то виде хоть как-то написано. Но сейчас он опять говорит, давайте поймем, кто, как и так далее. Я думаю, что открытость нужна абсолютная, и те, кто заинтересован в участии, приходите, на какой-то стадии будет такая рассылка, чтобы все могли почитать и внести какие-то свои предложения, но есть определенный тайминг. То есть, у гильдии есть задача сдать до 16 ноября Министерство культуры, по планам Министерства культуры по дорожным картам мне поставлена задача к 15 декабря сводить разные, то есть, то, что дадут анимация, то, что даст не игровое кино, то, что дадут игровики, просто в виде некого документа, который они уже будут дальше обсуждать внутри себя. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...